позитив игроков на российском рынке а также на мировых площадках несколько приуныл всем привет вы находитесь на канале митришев канал финансах инвестициях и фондовом рынке предлагаю в этом очередном ежедневном выпуске рассмотреть с вами индекс московской биржи и целом мировые площадки и новостной фон который способствует нашему настроению так скажем игроков на мировых площадках смотрите это видео до конца не перематываете а также не забывайте подписываться на этот канал чтобы не пропускать ежедневные выпуски с правильной аналитикой также если вы хотите зарабатывать вместе с нами получать торговые идеи получать правильную аналитику то обязательно подписывайтесь на закрытый телеграм-канал ссылочка на которой под видео в описании опускаетесь под видео здесь ссылочка на телеграм-бот проходите по данной ссылке и автоматически попадаете на закрытый телеграм-канал там также я выкладываю свои сделки а также показываю тот портфель который я себе составляю также здесь под видео вы найдете ссылку пройдя по которой вы сможете заказать кредитную карту тинькофф платинум на совершенно крутых условиях если у вас еще не было карты тинькофф платинум кредитной то сейчас самое время ее заказать под данной ссылке под видео описание и потратив 7000 в первый месяц на ваши привычные покупки вам обратно по этой акции вернется 3000 рублей кэшбэком в рублях обратно на карту то есть компенсируется практически 50 процентов от вашей покупки а также подключится бесплатное обслуживание на все гда то есть а просто потратите 7000 и все эти условия вам обязательно подключится поэтому успевайте воспользоваться таким крупным предложением и заказывайте карту прямо сейчас ну а наш нашем рынке по индексу московской биржи мы с вами видим как продолжается коррекция стоит зоны продаж которую мы с вами ранее отмечали это действительно сильная зона продаж от которой в любом случае должны были происходить продажи все это конечно происходит на фоне потери то скажем оснований для роста потери стимулов для роста то есть если ранее то скажем рынок рос на идее реинвестирование дивидендов от наших крупных компаний да также на идее разгона под отчетность сбербанка то сейчас мы видим как крупные игроки фиксируют по широкому фронту по широкому рынку свои многие позиции но есть компании которые конечно же чувствуют себя достаточно неплохо вот и даже несколько прибавляют в росте такие компании скажем как озон идея по которой давалось закрытом телеграм-канале то есть вот весь этот рост удалось забрать подписчикам нашего закрыта телеграм-канала и мы видим что бумага сейчас находится лучше рынка и даже практически не падает многие торговые идеи конечно же носят временный характер да это месяц полтора то есть под определенные цели соответственно ведут а скажем отсутствие каких-то геополитических рисков усиления геополитики до настоящее время то эти цели должны ближайшее время исполнится между тем хочу обратить ваше внимание на то что наш индекс московской бирже в целом по широкому фронту нашего рынка находится по-прежнему в понижающемся канале и нижняя граница которого находится на уровне 1600 естественно ожидать такого падения можно только лишь на каких-то неблагоприятных фактах до факторах это либо усиление какой-то геополитической обстановки ухудшения либо иные факторы которые будут так скажем воздействует на наш рынок и на распродаже на этом рынке до широким фронтом а пока что на самом деле все это похоже на коррекцию мы дошли до верхней границы данного диапазона вспоминаем с вами когда мы находились вот на этом уровне я говорил о том что нам необходимо дойти до верхней границы и мы находясь вот таком широком долгом боковике и да сумас по индекс московской бирже все-таки пришли на этот верхний диапазон и теперь а чтобы продолжить рост и идти уже на отметку 2500 теоретически да если кто-то ждет роста до текущих отметок нам конечно же нужно пробить эту верхнюю границу закрепиться над ней и как раз таки следующее сопротивление по индексу московской бирже у нас будет на уровне 2 500 но пока мы это эту верхнюю границу не пробили пока я только тестируем дан соответственно идет откат и идут распродажи пока что драйверов для дальнейшего роста ну на самом деле на рынке нет они иссякли соответственно здесь можно выделить как естественно отбить и от верхней границы данного понижающийся канала второе это конечно же уровень и зона продаж которую мы отмечали с вами ранее то есть здесь два фактора которые говорят о том что с первого раза естественно мы не покорим данную вершину но и собственно как я уже отметил ранее драйвера для этого пока что на самом деле нет но опять же если мы с вами обратим внимание коррекция проходит не только на нашем российском рынке но и на мировых площадках если мы посмотрим с вами все основные индексы то мы видим что все индексы находятся в красной зоне мы видим как американский рынок снова начали отливать и он снова ушел под уровень 4000 начнем собственно это произошло давайте посмотрим с вами в новостной бесплатный телеграм-канал подписаться на который вы также можете по ссылочке в описании под видео все ссылки кстати находится под видео описание а также в первом закрепленном комментарии подписывайтесь обязательно только по ссылкам которые у меня на канале под видео все остальные то скажем каналы левые на которые вы можете просто на мошеннические сайты попасть все ссылки на мои официальные соцсети находятся под видео в описании так вот глава фрб бостона сообщает что пик повышения процентной ставки будет чуть выше пяти процентов а мы уже не раз с вами слышали до высказывания в последние недели до о том что пресс снова будет поднимать процентную ставку и достигнет своего пика после одного а то и двух поднятий в последующем времени заказ федеральной резервной системе вероятно придется поднять процентную ставку чуть выше пяти процентов а затем удерживать ее на этом уровне в течение определенного периода времени заявила 4 глава фрб бостона сьюзан коллинз замедление инфляции и снижение потребительских цен помогли укрепить ожидания инвесторов что фрс прекратит повышение ставки раньше чем ожидает коллинз ее коллеги но при этом учетная ставка будет меньше пяти процентов но на самом деле мы уже с вами ранее обсуждали что конечно же многие игроки на мировых площадках поверили в то что нас на основании той статистики которая выходила на стране по американскому рынку да по рынку труда по рынку инфляции вся эта статически статистической данные да все это вся эта статистика конечно же говорит нам о замедлении инфляции но не о ее развороте вниз соответственно как выступают многие то скажем участники краски фрс фрб за то что конечно же на ближайшем заседании готовить двух заседаниях все-таки будет продолжение повышения процентной ставки с целью ну как минимум обуздать ту инфляцию которая в любом случае находится в своем повышательном канале хотя и замедляется на тех на статистических данных на локальных поэтому мы видим соответствующую реакцию на американском рынке на индекс smp 500 достаточно неплохие то скажем коррекционные данные вот ну и в целом конечно же это и перекладывается на настроение наших игроков а также игроков дружественных стран при том что нефть мы с вами видим продолжает свой восходящие вас свое восходящее движение и сегодня плюсуют на более чем на два процента вопреки тому что том же сша вышли данные по запасам нефти которые говорят о том что запасы увеличились на 8000 бар ну то есть на 8 миллионов за неделю и даже эти статические данные у нас не оказывают давление на котировки нефти нефть на общее мировом укрепление да на восстановлением подскажем производства в китае на снижение ограничения как раз таки и делает тот импульс который мы с вами ранее обсуждали и видим на экранах монитора так вот если мы с вами опять же затронули тему нерезидентов из дружественных стран я также в своем телеграм-канале размещал информацию по статистике центрального банка да и здесь что у нас указано дружественные нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций российской федерации в ноябре-декабре то есть мы с вами наблюдали такую картину когда наши акции корректировались а доллар собственно ростом в ноябре-декабре нерезиденты из дружественных стран стали самой активной категории не то продавцов реализовав акции на 7 миллиардов рублей сообщает центральный банк а следом идут не финансовые организации они продали акции на 6 миллиардов то есть фактически более чем на 14 миллиардов на на 13 миллиардов до были продажи собственно можно сказать нерезидентами вот и соответственно мы сейчас с вами видим ту картину когда вот эта корреляция которая у нас все-таки есть с развитыми странами даст развитыми рынками с американским рынком и европейскими площадками на анала все-таки есть вот этим даже нерезиденты из дружественных стран они конечно же наш рынок калере конечно же коррелируют да с развитыми рынками то есть они также имеют свой настрой и при распродажах на американском рынке на европейских рынках также идут распродажи и на нашем российском рынке именно даже теми нерезидентами из дружественных стран то есть это нужно учитывать и я уже неоднократно говорю о том что нужно конечно же обращать внимание на американский рынок и на мировые европейские площадки какое настроение там такое настроение в принципе переносится и на наш российский рынок поэтому со снижением это скажем котировок на мировых площадках также на отыгрывание отчета по сбербанку сбербанк вас продолжает свою коррекцию вот весь этот вынос это такой вырос похож на последний вынос до после вот такой вот проторговки то есть он как мне кажется да является тем задержан для раздачи то есть мы сейчас видим такую некую раздача после задерга вверх это обычно происходит на последней стадии то скажем роста до перед коррекцией но трусом и мы с вами наблюдали когда у нас сбербанк падал вниз падал вниз дал импульс вниз на дивидендной отсечки газпрома и после этого начал свой рост аналогичную ситуацию мы сейчас видим и на верху то есть достигнув своего пика был последний вынос вверх и идет медленная раздача то есть собственно мы с вами видим по индусу московской бирже достигли верхней границы понижающийся канала все-таки дошли на и он и соответственно наши гиганты на том что все то скажем драйвера драйверы отыграны драйвера для роста пока нет мы видим как рынок начался начался корректировать естественно рынок не может расти без коррекции все это мы с вами должны понимать вот и рано или поздно это кается должна случиться насколько она большая будет никто этого не знает но в любом случае это позитивный момент для того чтобы купить активы намного но хотя бы не намного но во всяком случае дешевле это нужно ждать и это нужно понимать и покупать на ракете в любом случае не стоит также буквально вчера о поднятии ставки федеральной резервной системы выступала и глава фрб сын луиса то есть кроме сегодняшней участницы до фрб выступающиеся за поднятие ставки также выступала и глава фрб сент-луис которая также говорила что фрс должна поднимать по ду продолжить подъем ставки соответственно мы с вами видим все предпосылки к тому что американский рынок преждевременно начали отыгрывать и все-таки он по всем то скажем сопутствующим данным может откорректироваться достаточно неплохо снова вниз а но и в целом мы если посмотрим с вами на наши все котировки бумага российских то практически все сегодня корректируется это естественно происходит на фоне как раз таки достижения тех целей на индексы московской бирже и достижения хайов на этом понижать нам канале в целом я бы не рекомендовал загружаться акциями я сам сейчас в портфеле у меня он находится всего лишь на 26 процентов составлен у меня портфель до участники закрытого телеграм-канала это знают это видят я сообщаю да что я покупаю вот но соответственно большая часть конечно же у меня в кэше я на данных аях пока мы не пробили данную верхнюю границу конечно же загружаться не планируем конечно я бы сделал это на более хорошей коррекции да если она опять же будет вот мы все с вами прекрасно понимаем что сейчас геополитическая ситуация она продолжается и говорить о том что все факторы у нас негативные ушли с рынка до все риски ушли конечно же об этом речи не идет любой в любой момент геополитическая ситуация может усугубиться да тем самым обрушить наш российский рынок это иметь нужно иметь ввиду я уже неоднократно говорил о том что загружать свой портфель на сто процентов даже на 50 процентов сейчас конечно же не стоит если мы обратим с вами с вами внимание на валютные пары допустим юань до рубль то мы видим что под фоном навеса продаж который отмечает кстати на ежедневной основе центральный банк до который по поручению министерства финансов продает валюту в ежедневном порядке до юань тем самым идет давление на котировки юаня мы видим как юань сдерживается от роста на под навесом данных продаж я говорил что пусть доля продаж в общем фоне оборота дневного не такая большая но в любом случае это накопительный эффект и нужно дождаться вот этого накопительного эффекта до конца января и начала февраля то есть когда все эти объемы будут выходить на рынок нарастающим итогом тогда мы и увидим будет ли поглощаться тот спрос который сейчас в моменте мы с вами видим все таки есть да и что позволяет держать котировки юань доллар юань рубль на уровне между 10 и 10 и 2 то есть в принципе тот диапазон в котором сейчас в равновесном состоянии находится котировки поэтому здесь бы я дождался как я уже ранее говорил и не покупал бы юань дождался еще бы раз таки события которые в начале февраля нас будет да это эмбарго на энергоносители опять же 5 февраля и здесь я бы уже посмотрел как будет это отражаться на продажах энергоресурсов почему потому что у нас в связи с снижением объема продажи да мы все с вами понимаем снижение объема это опять активирует бюджетное правило либо даже его усиление то есть если сейчас допустим на 54 миллиарда продается да то дальнейшее снижение если все-таки будет до в январе такая тенденция будет и бюджет снова недополучит прибыль будет дефицитные да соответственно по бюджетного правила также продолжит продавать валюту это конечно же будет и дальнейшим триггером для давления на юань а тем самым будет укреплять рубль по отношению к юаню и конечно же в параллели и к доллару если мы с вами посмотрим на котировки рубль-доллар то мы также находимся сейчас таком диапазоне о котором вам заранее говорилось на этом канале то есть я говорю что на 72 у нас сопротивление мы об него уже нет как раз бились у нас начался налоговый период да как мы видим с 9 числа 7 число потому что попадала на выходные дни вообще у нас налоговый период по плате ндп и идет 7 по 27 соответственно мы видим пришли здесь четкая картина отработки уровней смотрите мы отбились от 72 и 5 прошли вниз пробили уровень 70 от тестировали его сверху и ушли на 67 и 5 и мы видим как четко те уровни которые у меня указаны они отрабатываются отбившись от 67 и 5 и 5 мы снова пошли на тест уровня 70 и теперь под навесом на продаж в целиком уплаты налога в налоговый период или корреляции это скажем между конечно же продажей юани все это конечно же давит на валюту и укрепляет рубль в моменте но в любом случае я уже неоднократно говорю что если вам нужна валюта то покупать уж диапазоне 66 68 как раз таки это тот диапазон где можно валюту начинать покупать и мы видим что попав в этот диапазон у нас валюта по отношению к рублю ну скажем рубль начинает ослабевать из этой зоны то есть аналитика которая дается на таком на этом канале мы с вами убеждаемся в том что она действительно правильно и логика здесь вполне вполне положительная до вполне вероятная вот я конечно же не могу знать наверняка из нас никто не может знать наверняка потому что ценообразование здесь от многого зависеть в том числе и от механического воздействия центрального банка на курс поэтому то что мы с вами планируем мы можем только с вами планировать но в любом случае наши планы могут изменить какие-то корректировки технически и на центральным банком которые вручную может корректировать курс туда куда ему собственно и нужно вот но а в целом я думаю логика рынка вам понятно вот я опять же повторюсь мы главным образом смотрим с вами на индекс московской бирже в котором мы наблюдаем с вами четко отбить от верхней границы еще раз повторюсь покупать на под верхней границы конечно же широким фронтом не нужно лишь а какие-то отдельные истории которые имеют перспективу так скажем роста в связи с предстоящими событиями до вот но а по широкому фронту конечно же на таком графике индекс московской биржи покупать не стоит покупать лишь нужно после того как мы пробьем либо верхнюю границу данного канала либо уйдем на тест вот этой нижней цены диапазона до уровня покупки ну а в случае пробития вот этой зоны конечно же мы устремимся в тот диапазон который я уже давно жду вот этот диапазон я называл уже давно в целях коррекции если мы сюда придем то это достаточно неплохая будет зона которая является также 1 2 вот это понижающийся канала прийти сюда было бы достаточно неплохо для того чтобы сформировать свои позиции я думаю многие ждут коррекции да в том числе и крупные игроки многие находятся в кэше в том числе и фонды вот и я думаю вот эти просадки они конечно же будут с удовольствием выкупать но опять же дадут ли эти просадки или нет будем с вами смотреть ребят подписывайтесь на этот канал ставьте лайки нажимайте колокольчик также опять речь пошла сейчас в новостях от блокировки ютуба поэтому обязательно подписывайтесь на яндекс зен на канал до случае блокировка ютуба чтобы были с вами на связи вступайте в бесплатный телеграм-канал там все важные новости вступайте в закрытый телеграм-канал чтобы получать торговые идеи смотреть как где я покупаю как я формирую свой портфель отчитать правильные правильную аналитику но и с тем самым вы поможете развитие данного канала ну а вам огромное спасибо за то что смотрите за то что подписываетесь всем хорошего вечера всем пока пока